Сейчас тема абортов, хайповая. И рассуждают об этом не только заинтересованные стороны, то есть женщины фертильного возраста, но и религиозные деятели, звезды разной величины и представители государства, вплоть до середины 20 века методы контрацепции не отличались разнообразием, прерванный половой акт, спринцевание уксусом, в лучшем случае презервативы, которыми большинство мужчин не желали пользоваться, или высокотехнологичные колпачки. Ни одно из этих средств не давало гарантии больше 80-85%. Лет сто назад женщина просто выходила замуж и начинала рожать детей одного за другим, пока тело ее не износится или секс с ней не надоест мужу. До самой менопаузы замужняя женщина находилась в двух состояниях, она была либо беременна, либо кормила грудью. Необходимость в прерывании возникала, когда девушка беременела до брака или если семья имела так много детей, что их едва удавалось прокормить. От нерожденного ребенка избавлялись с помощью трав с абортивным эффектом. Вот что пишет об этом Ольга Семенова-Тяншанская в книге о деревенском быте жизни Вана. Начало 20 века бывает часто и вытравление плода. Жена одного из помещиков помогала иногда бабам при трудных родах, давая им пить настой казацкого мужевильника, который рос у нее в саду. С тех пор как на деревне прознали про свойства этого растения, чьи-то невидимые руки постоянно обрывают все кусты мужевильника, по ночам, очевидно для целей вытравления, потому что родильницам помещик никогда не отказывает в настое из этого растения. Но гарантии, что плод выйдет на ранних сроках, не было. Если младенец появлялся на свет доношенным, мать могла его убить, заморить голодом, задушить, утопить или заморозить. Если о преступлении становилось известно, женщина отправлялась в тюрьму или на каторгу. В 1920 году РСФСР стала первым в мире государством, узаконившим аборты. Постановление Народных комиссариатов здравоохранения и юстиции об охране здоровья женщин разрешало производить аборт только врачу в больнице. Операция была бесплатной, для ее проведения необходимо лишь желание женщины. Но уже в 1936 году все откатилось назад. Было принято постановление ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, о расширении сети родильных домов, детских ясли и детских домов, об усилении наказания за неплатеж алиментов и некоторых изменениях в законодательстве об абортах. Государству нужны были люди. С того времени подпольные аборты, опасные для жизни женщины, стали частью теневой экономики СССР. Часто их делали люди, у которых вообще не было никакого медицинского образования. Женщины, получив осложнение, боялись обратиться к врачу, потому что тот был бы вынужден сообщить о преступнице куда следует. Некоторые делали аборты в домашних условиях. В 1955 году аборты снова декриминализовали. Их число в СССР росло до середины 1960-х, когда было зафиксировано максимальное за всю историю страны число прерванных беременностей – 5,6 миллионов в год. Аборт был самым популярным способом контрацепции, и женщина могла за свою жизнь сделать 15-20 абортов. Делали их без анестезии, наживую. В настоящее время аборты разрешены законом и оплачиваются из государственного бюджета. Аборт по желанию женщины проводится при сроке до 12 недель, если беременность наступила в результате изнасилования, при сроке до 22 недель, при наличии медицинских показаний, независимо от срока. Но реальность гораздо сложнее формальной государственной политики. На решение делать аборт или оставлять ребенка влияет множество факторов, начиная с психологического состояния женщины и заканчивая общественным мнением. Иногда женщинам везет и с врачами, и с окружением, и все складывается максимально благополучно. Но не всегда все складывается гладко, а вокруг абортов до сих пор много мифов и недомолвок. Да если бы. Правда в том, что любые последствия беременности, будь то аборт или роды, в конечном счете ложатся на женщину. Это ей приходится рисковать здоровьем или карьерой. При этом найдется немало мужчин, которые уговаривают партнершу заняться сексом без защиты под разными предлогами. Часто наивные девушки, для которых это первые отношения, или женщины, воспитанные в патриархальных убеждениях, подаются уговором партнера и соглашаются на прерванный половой акт. Но в итоге страдают именно они. В идеальном мире, взвесив все за и против, женщина самостоятельно принимает решение, оставлять ребенка или нет. Но мы живем не в вакууме, поэтому на это решение влияют и партнер, и близкие, и общее информационное поле. Несмотря на то, что в современном мире аборт не считается рискованной процедурой и никак не влияет на дальнейшие беременности, ни одно медицинское вмешательство не является на 100% безопасным. Степень опасности зависит от методов прерывания, сроков беременности, общего здоровья женщины и, конечно, от врача. Другой распространенный миф гласит, что медикаментозный аборт – тот, который проводится на ранних сроках при помощи препаратов, безопаснее хирургического. Женщины нередко переживают трудности в эмоциональной сфере, когда речь заходит об аборте. Но зачастую вопросы, связанные с этой темой, политически и религиозно ангажированы, и это сильно искажает реальность, говорит психолог Марина Захаренко. Последствия аборта могут быть различными, могут быть крайне болезненными, горе и чувство потери приводят к изменениям в психологических реакциях женщин, а также может служить провокатором клинически значимых расстройств. А могут вызывать чувство облегчения и осознания полной ответственности за свою жизнь, свое тело и свои решения. Аборт не налагает никаких эмоциональных обязательств на женщину, в том смысле, что большинство женщин не чувствуют после него вины или грусти, они просто принимают решение и следуют ему. Это нормально. Но некоторые все-таки переживают, и это тоже нормально. Сейчас в России стремительно меняется отношение к абортам, не без помощи РПЦ и государственной политики. В 2017 году правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта формирования здорового образа жизни до 2025 года. Его цель – снижение количества абортов на 30%. Конкретные меры, которые позволят достичь этих показателей, в документе не указаны, упоминается только пропаганда отказа от абортов. В 2011 году федеральным законом номер 323 ФЗ об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации были введены дни тишины, время, которое должно пройти между обращением за абортом и самой процедурой. На сроки 4, 7 и 10-12 недель аборт откладывается на 48 часов, на сроки 8-10 недель – на одну неделю. Опрос Левада-центра, проведенный в 2018 году, показал, что 35% респондентов считают искусственное прерывание беременности недопустимым. В 2018 году в трех российских регионах местные власти ввели краткосрочные моратории на аборты. Репродуктивное здоровье женщин почти никогда не было делом одних только женщин. Нашими телами распоряжались государства, церковь, партнеры и родственники, а расплачиваться всегда приходилось только женщинам. Фото ГТ-имиджес, ТАСС.